Доброе утро, девчонки мои хорошие! Всем приветик! Утро у меня начинается с того, что сейчас заварю кофе. Вот такой молотый. Я просто открыла банку, а он такой ароматный. Думаю, все, вот это прям хочется показать. Жаль, конечно, не могу передать этот божественный, просто божественный аромат молотого кофе. Я обычно на турочку кладу 2 чайных ложки. Сейчас еще вторую закинем с вами. Ой, какой же он ароматный! Так, 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 так. Так, кофеек я вам показывала. Все, не могу расстаться с этой упаковкой. Такое красивое море. Такое акварельное, вот прям, да, это рассвет. Солнышко поднимается, дымка такая. Акварельные краски, красивая картинка. Так, я делаю омлет. Омлет, порезала сыр, хлеб с маслом сырок, омлетик и кофе. Вот такой у нас сегодня будет завтрак. Булька, вот это варится яйца. Я сделала сегодня салат из кальмаров. Вчера отварила кальмары, отварила рис. И сейчас отварю яйца, вот это все смешаю. Кальмарчики порежу стружечкой. Рис у меня такой достаточно рассыпчатый получился. Вот, вот такое вот начало воскресного дня, воскресное утро. Новый влог, всем хорошего настроения. Я надеюсь, что видео будет для вас интересным, приятным. Очень люблю утром тосты. Два кусочка там у меня, вот такой кругленький хлеб. И просто породинский мы покупаем, когда он подрумянинный тоже. Это очень вкусно. Вообще, даже может, сегодня сделаю гренки с чесноком и сыром. Обожаю просто гренки по-ленинградски. Омлет пышный, пока болтала, забыла. И-и-и, убавить огонек. Что тут у нас? Все, халя-сел. Петажи уже можно выключить. У меня тут маленькая комфорка, я на ней, а не на большой, сварю себе кофе. Езжай сюда. А я вот на этой маленькой кругляшке буду варить кофе. Как я варю кофе? Я заливаю его кипятком, пеночка поднимает, вся поднимаю турочку, и так делаю три раза. Сейчас делала фотографии для Инстаграм и подумала, что я вот про этот момент вам хочу рассказать. Обязательно, девчонки, обязательно нужно находить время для себя, потому что, когда мы будем спокойны, уравновешены, счастливы, и наши близкие будут довольны, мы будем встречать и детей, и мужа с радостным до боли лицом, потому что, вы знаете, я почувствовала просто усталость, почувствовала необходимость вот в таких небольших приятностях для себя, соответственно. Я увидела картинку, которая меня очень вдохновила, я вам про неё уже говорила. Это была просто картинка, был тазик с водой, в который были добавлены цветы, и человек просто парил ноги, вот казалось бы, да, но это очень благотворно влияет на наш организм, на нервную систему. Плюс, когда вот это всё красиво, конечно, это добавляет настроение, приятных эмоций. Что я хочу сейчас делать, девочки? Первое, на первую, я сейчас выпью вот этот кофе, он такой ароматный, обычный, это обычный чиба растворимый, съем вот такую пироженку, потому что мне просто, мне так вчера хотелось сладкого тортика какого-нибудь, я зашла, сейчас взяла вот такие творожные кольца, в общем, типа как до теста какое-то клетчика, а там творожная начинка. Соответственно, съем пироженку, потом, что я хочу, я хочу сделать либо ванночку для рук, либо ванночку для ног, подумаю, я просто сейчас Анюта ушла на день рождения, и у меня есть два часа, мне нужно сделать маникюр, мне нужно, вот я, наверное, сделаю ванночку для рук, насыплю соль вот такую, с эффектом ароматерапии, несмотря на то, что сейчас день, я все равно зажгла свечу, потому что свеча, она дает, знаете, такой уют и настроение. Это свеча из Икеи, вишневая, она, кстати, не очень у нее яркий аромат, я не люблю, когда сильно прям, чтобы пахло, вот, она так просто создает такой вот комфорт и уют и тепло, да, какой-то такой символ, не знаю, домашнего очага, уюта, тепла, просто вот тоже убирает негативные эмоции. Здесь вот эти цветочки жасмина я насыпала, которые я вам показывала недавно во влоге, я их просто добавлю в тазик вот с солью, чтобы просто было красиво. И как хорошо, что мы случайно забыли этого лосенка, и вот его зажигаешь этим. Сейчас вам покажу, он вот так. Здесь там внутри у него батарейка, деревянная игрушка, вон, видите? И, соответственно, он работает, по-моему, даже он вот одной всего батареечки работает, достаточно долго светит, и тоже вот это гирлянды, какие-то огонечки вот такие вот, да, они создают настроение. Ой, пальцем в свой кофе залезу. Так, вот это масло. Все развалило, сейчас, секунду. Лось упал в кофе пальцем. В общем, молодец. Мне очень оно понравилось. У него очень приятный аромат. Это рижская фабрика, вот так она называется, Саулис. Покупала я его на Вайлдборис. Были какие-то скидки приятные, разные виды были масла. Но, в общем, оно действительно хорошо впитывается, и хорошо, в общем, просто такой, просто, знаете, делал такой легкий самомассаж рук и ног, и уже хорошо. Вот. Так что присмотритесь. Нужно обязательно, повторюсь, выделить себе какое-то количество времени. Вот. Вот, я сейчас посижу, попью кофе с пироженкой, сделаю фоточки для Инстаграм, что-нибудь напишу, какие-то свои мысли, которые сейчас у меня в голове есть, вот в плане, вот, ну, именно об этом, да, для нас, для девчонок. Может, кому-то это подарит тоже какое-то настроение, вдохновение, будем так надеяться. А вот это полотенце давно-давно уже, можно сказать, давно, года два назад, да, даже больше привезла из Бодрума, из Турции. Какой же там красивый в Турции текстиль. Мы с детьми никуда не ездили, в общем, в принципе, у нас был один небольшой чемодан, ручной клади на троих, мы взяли все по минимуму. Вот. Но как мы все чудом довезли, потому что мои соседки по отелю поехали, вот, на эту площадь Марина, называется, в центре, ну, там, в нашей вот поселочке, где мы жили, Елаковак она называлась. И там на набережной так много магазинчиков с текстилем, халаты, скатерти, полотенца. Я взяла, ну, себе вот такое, по-моему, розовое, там, маме и тете еще взяла. Они идут вот с такой вышивкой. Не удержалась. Вот это очень красивое, бирюзовое. Мне его жалко, честно говоря, использовать. Я его буду использовать именно как такой фотофон. Назовем это так. Вот так идет мой день. Я сварила супчик. Я что еще сделала? Салат из кальмаров. Суп обычный с вермишелькой, вот с этими звездочками, с прайс и с горохом. Мороженое, вот этот горошек свежий закинула. Салатик из кальмаров. И сейчас пожарю. Купила какие-то куриные беточки. И, наверное, мы еще потом, не знаю, что-нибудь на гарнир приготовим. Либо картошку, либо гречку. В общем-то, планы такие. Ну, а пока, повторюсь, вот буду маленько восстанавливаться. Потому что все равно, как бы ты не настраивался положительно, то все равно ты живой человек. Ты устаешь. Какие-то моменты тебя что-то где-то цепляет, что там вокруг происходит. Все равно же, мы же люди социальные. Но для того, чтобы в мир нести побольше света и улыбок, и хорошее настроение, нужно уделить время себе. Почитать, посмотреть добрый фильм, какие-то вот такие процедуры. И я думаю, что все должно быть. Ха-ля-се. Тазик цветы жасмина. Сейчас буду делать маникюр. Ручки свои немножко. Подержу в воде с морской солью. Топленькую сделаю водичку. Так, створим. Я думаю, что это будет очень благоприятное все. Пока буду делать маникюр, я также параллельно сделаю маску для лица. Я открыла альгинатную маску от FITO COSMETIC BEAUTY VIZAGE. Вот эта акваформула на нас выглядит вот так. Альгинатная масочка. Лифтинг и увлажнение. Сейчас вот разведу водичкой, нанесу и буду делать параллельно, ухаживать за ручками и делать маникюр. Вот эту кисть я использую для нанесения масок. Девчонки, я не использую как кисть для тонального средства. Очень много съедает она продукта. И для начала нанесу вот этот вот оттеночный бальзам. Его нужно носить на сухие волосы. И держать сколько там минут. Держать. 15-20. Но я, может быть, немножко, меньше даже, минут 10 подержу. Просто мне хочется, ну, чтобы не сильно серебристой быть. Посмотрим. С эффектом белого минира. У него еще очень хороший состав. И мало того, что он окрашивает, должен такой оттенок придать волосам. Но он еще и ухаживающий. Единственное, что сейчас нужно будет надеть перчатки, потому что он, именно что он окрашивающий, там по правилам нужно, нужно, нужно работать в перчатках. И одежду нужно защитить. Ну, я в такой маечке домашней, которой мне не жалко. Ладно. Буду, в общем, делать такие приятные процедуры. Ой, у меня тут просто кайф. Такая водичка. Спа. Домашний спа. Вот. Не можешь поехать на курорт, создай его себе дома. Правильно? По мере возможности. Зато он как красиво. Я сейчас включу какой-нибудь видосик, фильмец и буду балдеть. Как сделать масочку. Помню, я сделаю вот такой крем-скраб для лица на голубой глине масло какао. Это тоже фитокосметик. Серия народной рецепты. Здесь голубая глина, масло какао и молочная кислота. Здесь написано, что он деликатно отшелушивает, активно питает, смягчает кожу и улучшает цвет лица. Активные компоненты. Голубая глина, масло какао, масло оливы. Вот, уже почти он у меня на... Осталось, может быть, на два, на три применения. Мне очень это средство нравится. Единственное, что... Девчоночки, сейчас я вам покажу. Вот так вот выглядит скрабик. Сейчас я разнесу его пальчиком. Ну, вот так не видно, но частички здесь достаточно такие крупные. Они, не сказать, что прямо они мягкие, деликатные. Они такие немножко жестковатые. Как бы у меня кожа нормальная. Так, немножко зернится Т-зона. Иногда, да, когда там бывают раздражения, бывает стянутость. Вот мне... То есть у меня нечувствительное. Мне этот скраб очень, ну, как бы идеально подходит. Я также люблю отфитокосметик с рисовыми отрубями. Знаете, такая серия Оил. Как же она называется? Оил. Там такой достаточно тоже немягкий скраб. Но я вижу после них эффект. Кожа действительно какая-то чистая, свежая. И мне нравится. Ну, наверное, девчонкам с чувствительной кожей. Может быть, даже он будет жестковат. Я его очень люблю. В общем, сделаю сейчас скрабик. И буду делать масочку. Тут вот еще тоже из Бюти Визаж. Но немножко другая какая-то серия черненькая. А у меня вот из этой серии масочка. Вот эта розовая. Так что буду пробовать. Еще бывают такие же олигенатные маски для тела. На самом деле, очень интересно. О, еще очищающие. Вот это я не видела. Я бы очищающую взяла. Я очень люблю очищающие маски. Ладно. Let's go, как говорится. Буду делать. Уже смыла бальзам. Сейчас я буду. Не могу поймать. Свет отсвечивает. Значит, нанесла маску. Вот эту. Расскажу вам в ближайших пустых баночках. По ощущениям очень комфортно. И мне кажется, что я прям буду супер свеженькая. В набор входил вот такой шпатель деревянный. Уже входит в этот комплект. И сейчас вам покажу маска. Она необычная. Видите, здесь уже сама вот такая вот как крем. То есть не сухой порошок. И это прикольно. Я, правда, вот все неаккуратно разрезала. Ну, в общем, вот она такая. Вот такая. Я все-все выдавила. И сейчас вот жду, когда она застынет. Превратится в такую уже как силиконистую структуру. Вот. Так что в ближайших пустых баночках. А может даже сегодня я расскажу. Если не забуду. Вот. Но первые впечатления очень-очень приятные. Комфортно так. Класс. Обожаю фитокосметик. Молодцы. Прям супер. И уже смыла. Оттеночный бальзам. Я результатом довольна. Мне кажется, действительно появилось такое. Стало меньше желтизны. Перламутровый такой. Легкий есть перламутровый оттенок. Сейчас волосы еще влажные. Подсохнут. Самое главное, что нет вот этого темного, там, сиреневого. Либо серого оттенка. Вот все, как я, в принципе, люблю. То есть блонд. Не желтый. Такой вот как раз таки беленький. Перламутровый. Вот такой вот бальзамчик. И я сделала маску вот эту альгинатную. Закройся. Сделала альгинатную маску. Лицо выглядит свежо, хорошо. И нанесла сейчас сыворотку тоже от фитокосметик. В общем-то, я результатом довольна. Сделала скрабик. Сделала масочку. Сейчас вот осталось только лак нанести на каточки. И будет полная готовность к рабочей неделе. Вот. Надеюсь, что видео вам понравилось. До новых видео встреч. Желаю вам всего самого доброго, хорошего. Пока. Спасибо, что вы со мной. Обнимаю крепко. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...